Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля Сейчас удочку возьмем И можно будет идти на рыбалку Да! А кто это там стоит? Она была похожа на тебя, земляничка На меня? Ага, ведь эта девочка носит красную одежду Только она немного темнее, чем у тебя Она носит очки, как слива А, это же вишенка! Я угадала? Да, это она Но тогда я не сразу понял, кого я увидел Я сказал «Привет!» А девочка почему-то побежала Эй, привет! А? Ой! Эй, постой! Ты куда? Ах, убежала Что я сделал не так? Но она такая красивая Милашка Эх, и где мне ее искать? Значит, ты увидел вишенку, а та убежала? Да, мне она понравилась Сильно понравилась Правда, я тогда не знал, что это вишенка Вишенка у нас является редактором журнала «Земляничные новости» Она довольно скромная девочка Не очень общительная Хотя она добрая и милая Вишенка пишет великолепные статьи Она всем сердцем любит наш земляничный город Старается писать много хороших новостей Надо будет написать новые статьи О чем бы рассказать жителям земляничного города? Хм... Слышала, что Черничка недавно приготовила новое блюдо Конвертики с творогом О, да! Вот о чем я собираюсь написать О, вишенка, привет! А? Ой, земляничка Привет Не волнуйся, все в порядке Я знаю, что ты не очень общаешься с нами Но не волнуйся Можно тебе спросить? Да, можно Ты сейчас будешь писать новую статью для журнала? Ага Я... Я слышала, что Черничка стала готовить новое блюдо Это правда? Да, правда! Я тебе могу рассказать об этом А еще лучше будет, если я приведу Черничку к тебе Хочешь? Ну... Я даже не знаю Но будет интересно узнать все напрямую от Чернички Тогда жди Я приведу Черничку к тебе Хорошо, земляничка О, я слышала раньше о вишенке Но я ее редко видел Да, она все-таки застенчивая Но главное, что она делает для нашего города большое дело Ой, прости, Гек Ты ведь рассказываешь историю Перебила тебя Ничего страшного Я тогда продолжу Так вот, прошло некоторое время Я стал чувствовать что-то такое Чего раньше у меня не было Я часто вспоминала о том, как случайно увидела ту девочку И чем больше времени проходило Чем сильнее мне хотелось встретить эту девочку Я никак не мог успокоиться Ах... Мне так хочется снова увидеть девочку в красном Я все время думаю о ней Но она меня испугалась Что же мне делать? Если я снова найду ее и снова скажу привет Она может опять убежать от меня Ах... Ну где же мне найти эту девочку? Я даже не знаю, как ее зовут Что мне делать? Может мне с кем-то посоветоваться? О, знаю! Надо пойти к земляничке Она подскажет, что делать В итоге я отправился к тебе, земляничка Правда, тебя не было дома Но я нашел записку О, записка Я ушла в гости к черничке Ищите меня у чернички Ваша Шарлотта-земляничка Ладно, пойду к черничке Она и земляничка подскажет, что нужно делать Вскоре я дошел до дома к черничке Я увидел, как ты вместе с черничкой пьешь чай Я постучал в дверь О, черничка! У нас гости! Втроем нам будет веселее! Хе-хе-хе! Точно! Интересно, кто пришел? Кто там? Черничка! Это я, Гек! Сейчас открою! Привет, Гек! Проходи! Привет! О, земляничка, привет! Привет, Гек! Рада тебя видеть! Садись с нами! Я тебе сейчас дам... Дам... Ой, забыла! А, да! Я дам тебе конвертик с творогом и черникой! А еще дам чай! Спасибо, черничка! А, ты какой-то задумчивый, Гек! Что-то случилось? И вправду! Ты о чем-то задумался! Расскажи, пожалуйста! Вы знаете, девочки, я какое-то время назад увидел одну малышку. Она мне показалась такой милой и красивой! Я ей сказал «Привет!», а она убежала от меня. И я хочу ее найти! И я думаю о ней, но я не знаю, где ее искать. Ого! Тебе она понравилась? Ну... Да... О, здорово! Может, мы сможем тебе помочь? Да! Давай попробуем! Гек, а как девочка выглядела? Она... Она была в красной одежде! Но это не земляничка! А какая у нее была прическа? А... По-моему, у нее были длинные волосы... Темные... А она носит... Носит... Ой... Забыла слово! Ха! Вспомнила! Она носит очки? Очки? Ну... Я не помню... Вроде она была в очках... Хм... Земляничка, может, это была слива? Не уверена, что это слива, черничка! Она носит очки, но одежда у нее скорее синяя, чем красная! А... Да... Ты права! Значит, это не слива! Может, это вишенка? Вишенка? Ага! Я не знаю, девочки... Но мне хочется встретить эту малышку! Хочется! Но я не знаю, что делать! Хм... О, Гек! Я придумала! Может, когда ты встретишь эту малышку, то подаришь ей что-нибудь? А? Идея очень хорошая! Можно подарить бумажный цветочек, например! Можно что-то связать! Да! Ты сделаешь девочке подарок, и она будет рада ему! И малышка никуда не убежит от тебя! Хм... Подожди! А почему она убежала от тебя? Ты ей ничего плохого не сказал? Нет! Я только сказал привет! И все! Хм... Наверное, все-таки была вишенка! Кстати, да! Потому что она очень... Очень... Ух... Забыла это слово! Земляничка, помоги! Застенчивая! Аааа! Да! Хе-хе-хе! Спасибо! Только хотела сказать! Если это она... То я не ожидал, что она мне понравится! Ой... Я... Я даже не знаю, что сказать! Ты чего покраснел, Гек? Не волнуйся! Мы тебе поможем! Давай мы вместе сделаем подарок для малышки! Хорошо, Земляничка! Давай! Мы решили сделать бумажный цветочек! Как Земляничка сказала, такой цветок не завянет и будет радовать долго-долго! Да! Потому что это особенный цветок! Хе-хе! Вот! Готово! Мы сделали это, ребята! Какой замечательный цветочек получился! Ты больше всех старался, Гек! Я не ожидала! Да! Потому что я очень хочу обрадовать малышку! Я не знаю, вишенка ли это или нет... Но я хочу! Спасибо вам, девочки, за помощь! Не за что, Гек! Если это вишенка, то ее можно найти рядом с ее домом! Он похож на огромную вишенку! Но даже если это не она, главное, чтобы малышке понравился этот подарок! Потому что он сделан с душой и любовью! Вы правы! Ладно, я пойду! Спасибо еще раз! Пока! Пока! Пока, Гек! Я с подарком в руках отправился к дому вишенки! Я не был уверен, что именно ее я видел в тот день! И вдруг я увидел ту самую девочку! И да, девочки оказались правы! Это была вишенка! Она стояла и о чем-то думала! Ох! Что бы мне еще написать? Я не хотел спугнуть вишенку и тихонько подошел к ней! Ам... Привет! А? Не убегай! Я... Я хотел... Я хотел тебе подарить кое-что... Вот! Ого! Что это такое? Это бумажный цветочек! Похож на тюльпан! Как тебе? Мне... Нравится! Да, нравится! Спасибо! Прости, что я тебя тогда напугал! Я не хотел! Я все это время думал о тебе! Я правда не знал, как тебя зовут! Да и свое имя не сказал! Я Гек! А я Вишенка! Очень приятно! Вишенка, ты... Мне нравишься! Я... Тебе... Нравлюсь? Да! Это... Так неожиданно... Я не знаю, что сказать... Ты сердишься, что я тебя тогда напугал? Нет-нет, все хорошо! Это ты прости меня! Я... Я очень застенчивая! Я не знаю, будет ли тебе интересно со мной? Будет? Ты очень милая! Ты такие замечательные статьи о нашем городе пишешь! Земляничка не даст соврать! Спасибо! Тогда я согласна с тобой встречаться! Хе-хе! Ура! Я такой счастливый! Если хочешь, я тебе буду помогать писать статьи! Буду узнавать у жителей земляничного города новости и о них рассказывать тебе! Да, можно! Спасибо, Гек! Не за что! Ух! Я все-таки еще стесняюсь! Прости, я просто не так часто с кем-то говорю или гуляю! Ничего! Все хорошо, Вишенка! Спасибо тебе! Вот такая история! Выходит, что ты сегодня был с Вишенкой на прогулке, да? Верно! Я такой счастливый! Знаешь, мне даже нравится ее застенчивость! Да и вообще, Вишенка мне нравится! Я очень рад, что мы вместе! Я рада за тебя, Гек! И за Вишенку тоже рада! Самое главное, чтобы вам вместе было хорошо! Да! Нам хорошо вдвоем! Надо, кстати, будет отвезти Вишенку на рыбалку! Я думаю, ей она будет по душе! Хе-хе! Хе-хе! Ты так думаешь? А что? Сидишь в тишине, смотришь на удочку, ждешь! Для Вишенки это самое то! Она ведь любит тишину! Да, она любит! Я пойду домой! Приготовлю что-нибудь! Может, пирог испеку! Хорошо, Гек! Спасибо, что рассказал нам историю! Не за что! Всем пока! Пока, Гек! Мне тоже пора, ребята! Мы обязательно увидимся с вами в нашем земляничном городе! Пока!